Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Николай Макфлай. Я в Калининградской области, в Калининграде, и здесь, на самом деле, очень много достаточно редких, интересных ретро-машин. Ну, по той простой причине, что Калининград – это необычный регион России, это Европа. Здесь необычного, скажете вы, да все очень просто. Это «Москвич 401». То есть для Калининграда гораздо проще встретить «Опель». «Опель Кадет», собственно, по образцу которого сделана эта машина. А вот «Москвичей» здесь нет от слова «совсем». Поэтому машина вообще невероятно редкая. «Москвич 401» сошел с конвейером московского завода малолетражных автомобилей в 1954 году. И выпускался всего два года до 1956. По сути дела это рестайлинговая, как сейчас говорят, версия «Москвича 400», который выпускался с 1946 по 1954 год. Отличался 401 «Москвича» от 400 новым двигателем, мощность которого была увеличена с 23 до 26 лошадиных сил. Данный «Москвич» имеет трехступенчатую коробку передач с переключением на руле. Максимальная скорость автомобиля – около 90 км в час. При расходе топлива – 9 литров на 100 км. Питался «Москвич» высокооктановым на тот момент бензином А66. Автомобиль закрыт, но мы можем через окно посмотреть на внутренности. Окно, конечно, потертое. Здесь, видите, переключатель на руле. Сейчас с той стороны покажу. Вот так выглядит салон. Машина, на самом деле, реставрированная. Она стоит возле ресторана. Она ездит, кстати, как мне сказали. У нее есть номера. Салон дермантиновый. Вот. И вот так вот он выглядит. Никакой, естественно, магнитолы, ничего такого нет. Наверное, ни для кого не секрет, что 400 и 401 «Москвич» – это, по сути дела, довоенный «Опель-кадет». И, как написано в Википедии, после окончания войны завод «Опеля» оказался в американской зоне оккупации. Однако, по решению Берлинской конференции, летом 1945 года Советский Союз в качестве репарации получил право на четвертую часть всего оставшегося на Западе Германии промышленного оборудования, в том числе и завода «Опель». Решение о выпуске именно «Опеля-кадет» на московском заводе принимал лично Иосиф Сталин. Но не все так просто. Завод «Опель» к моменту выпуска уже лет пять как кадетов не выпускал. Он был переоборудован на выпуск военной продукции. Плюс неоднократно бомбился. Часть документации и оборудования не было вовсе. Так что новый «Москвич-400» делался по готовым трофейным образцам. Что-то изготавливалось на уцелевшем, вывезенном из Германии оборудовании, а что-то приходилось разрабатывать заново. Так что это, конечно, брат-близнец «Опеля», но, по сути, его изобрели заново. И заново сделали всю техническую документацию и оснастку. Всего за время выпуска с конвейера сошло чуть более 230 тысяч автомобилей в разных вариантах. Это четырехдверный седан, кабриолет, деревянный фургон и пикап. Когда данный «Москвич» производился, стоил он 9 тысяч дореформенных рублей. Четырехсотый «Москвич» стоил 8 тысяч рублей. Ну и для сравнения «Победа» стоила 16 тысяч рублей. Вот такой классный «Москвич» я сегодня встретил на своем пути для европейской части России. Да и вообще для всей России это уже достаточно редкая машина. Ну а для Калининграда это вообще редкая машина. Я повторюсь, здесь гораздо проще встретить «Опель», чем вот такой вот «Москвич». Друзья, пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Может быть у вас или у вашего папы, или у вашего дедушки была такая машина. Всегда интересно почитать ваши истории. Миклуха МакФлай, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока.